Добрый день, дорогие друзья! С вами Екатерина Ивакина. Недавно в торгово-промышленной палате России побывала делегация Приднестровской Молдавской Республики во главе с председателем правительства Александром Мартыновым. Мы попросили Александра Владимировича дать короткое интервью для видеоканала ТПП Информ. Александр Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Как вы оцениваете состояние торгово-экономических отношений между Приднестровской Молдавской Республикой и Российской Федерацией? И какова, по вашему мнению, роль России среди стран-партнеров Республики? Прежде всего хочу отметить, что Приднестровье заинтересовано в расширении поставок своей продукции в Российскую Федерацию. У нас на сегодняшний день доля экспорта в Россию составляет всего лишь около 11 процентов и это очень мало, поэтому сейчас основная задача руководства Республики создать такие условия, при которых экспорт в Российскую Федерацию увеличивался. Наши планы в среднесрочной перспективе довести эти показатели до 20-30 процентов и мы ведем большую работу совместно с Российской Федерацией в том плане, чтобы поставлять продукцию на российский рынок, именно Приднестровскую продукцию было легче. Это большая работа, но мы уверенно двигаемся вперед и я уверен, что в совокупности с теми мерами экономической политики, которые мы предпринимаем внутри государства, эта работа увенчается успехом. Каковы, на ваш взгляд, особенности ведения бизнеса в Приднестровье и каким образом на деловой климат влияет особый статус Республики и ее географическое положение и какие основные направления экономического развития Приднестровья в настоящий момент? Здесь направлений очень много, мы работаем комплексно, это и бюджетная политика и бюджетно-налоговая политика в целом. За прошедшие полтора года мы снизили налоговую нагрузку с 36 до 28 процентов на ВВП и особенно снижение налоговой нагрузки коснулось производственный сектор, то есть это первый момент установления оптимальной налоговой нагрузки на бизнес, которая с одной стороны будет позволять пополнять доходы бюджета, с другой стороны не будет подрывать деловую активность. Второй момент это бюджетная политика, мы не должны превращать в проблему бизнеса высокие расходы государства, именно по этой причине мы работаем в плане оптимизации госрасходов, потому что при высоких бюджетных дефицитах у бизнеса создаются дополнительные риски. Конечно же это адекватная монетарная политика, политика связанная с управлением валютным курсом, эта политика должна способствовать тому, чтобы экспорт также развивался. Ну и конечно же это законодательство о защите инвестиций. Это вот тот вопрос, который мы сегодня обсуждали на площадке торгово-промышленной палаты. Мы разработали новый закон, разрабатывали его совместно с бизнесом, кстати, совместно с торгово-промышленной палатой и союзом предпринимателей, промышленников. В законе предусмотрены серьезные налоговые преференции, серьезные инструменты защиты инвестиций. Вот в совокупности все эти методы, все эти меры, они должны положительно повлиять на качество делового климата и способствовать привлечению инвестиций. Нормативная база уже действующая в плане инвесторов, каким образом она защищает, например, российских инвесторов? Закон имеет одинаковую силу для всех, и для внешних инвесторов, и для внутренних инвесторов. Мы предусматриваем гарантию стабильности законодательства на протяжении 10 лет. То есть с момента подписания инвестиционного договора инвестор полностью защищен от того, что государство будет менять правила игры в негативную сторону. Если это происходит, то согласно новому инвестиционному закону, инвестор имеет право не принимать эти законодательные нормы, не применять их в своей деятельности, если они ухудшают условия. То есть это гарантия стабильности на 10 лет. Кроме этого, это практически полное освобождение от уплаты налогов, в частности обнуленные ставки на налог на прибыль, на подоходный налог в части дивидендных выплат. То есть вся прибыль собственника на протяжении 10 лет, она свободна от налогообложения. И очень важный момент, в случае возникновения каких-то споров, в части применения законов, мы предоставляем право инвестору защищать свои права в том суде, в котором он посчитает необходимым, а не только в Приднестровском суде. Как выстроены отношения между органами государственной власти Приднестровской Молдавской Республики и предпринимателями? И есть ли у местного бизнеса возможность влиять на принятие решений, в первую очередь в экономической сфере? Какое место в системе этих отношений занимает ТПП Приднестровья? В прошлом году мы сделали два достаточно важных шага в плане активизации работы с предпринимателем именно с целью создания благоприятного делового климата. Первое. Правительство начало разработку двух дорожных карт по поддержке экспорта и поддержке малых и средних предприятий по улучшению условий предпринимательской деятельности. Эта работа велась с правительством именно совместно с предпринимательским сообществом. То есть были созданы рабочие группы, в которые вошли в меньшей части чиновники и в большей части именно предприниматели. То есть мы просто собрали всех за одним столом и спросили, что болит. В итоге вот того, что болит, набралось на 145 пунктов. Дорожная карта состоит из 145 пунктов. Именно это болевые точки, которые мешают бизнесу развиваться. Уже год мы эту дорожную карту реализуем. Практически все позиции были закрыты. И бизнес вздохнул более свободно. Второй момент. При правительстве создан совет по малому бизнесу. И опять же, из какого критерия он формировался, по какому принципу. Минимум чиновников в совете и максимум предпринимателей. И вот какая у нас на сегодняшний день есть практика. Если возникают какие-то спорные вопросы между правительством, между бизнесом, разные точки зрения, мы выносим этот вопрос на заседание совета при правительстве по развитию бизнеса. И я, как председатель правительства, в подавляющем большинстве случаев, конечно, если это не несет угрозу для безопасности республики, принимаю решение, основываясь на мнении именно этого совета. То есть, где экспертный этот вопрос обсуждается, выдается рекомендация, и мы к этим рекомендациям прислушиваемся. То есть, мы работаем все вместе, и, наверное, поэтому есть первые хорошие положительные результаты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!